Тело помнит Тело помнит первое прикосновение маминых рук, хотя память не может воспроизвести эти образы. Тело помнит, что металлическая спинка кровати в детском саду всегда была холодная, даже если вокруг было тепло. Тело помнит, как папа брал мои детские руки в свои сильные и взрослые и делал сальто-мортали так, что захватывало дух. Тело помнит, что песок у реки, по которой споловлялись, когда мне было 6 лет, был очень горячий, иногда по нему нельзя было просто так пройти, только пробежать. Тело помнит боль, когда пришлось остаться одному в больнице без мамы в первый раз. Оно помнит сухой жаркий воздух у бабушки в Казахстане, когда можно было подойти к любой пятиэтажке, и от ее стен чувствовался жар. Тело помнит объятия. Их было очень много, и ощущение крепких объятий ни с чем не сравнимо. А еще тело помнит ощущение воды. Разной. В ванной, в карьере, куда бегали на дачу бабушки с дедушкой, когда они еще были живы. В холодной реке, на море, когда огромные волны захватывали и несли к берегу, и было ощущение детского восторга. Тело помнит, как оно сжималось, когда была угроза насилия, и как оно выдыхало и расслаблялось, когда эта угроза проходила. Тело помнит первую близость и особое ощущение полного соприкосновения с телом другого, с его теплом, сердцебиением, дыханием, движением. Тело помнит все запахи и вкусы. Стоит где-то на долю секунды уловить какой-то особый запах, как тело моментально вспоминает, откуда он, где он чувствовался впервые. Тело помнит все. Тело все стерпит. Тело стерпит, когда ему больно. Тело стерпит, когда ему невыносимо холодно и оно замерзает. Оно стерпит, когда жара или жажда. Тело стерпит, когда его длительное время заставляют заниматься нагрузками, иногда непомерными. Тело стерпит, когда очень долго его вынуждают находиться в неподвижности, сидеть или лежать, хотя для него так естественно двигаться. Тело стерпит, когда в него вливают алкоголь, вдыхают никотин, закидывают бесчисленное множество ненужных ему продуктов. Тело стерпит, когда на него перестали обращать внимание, заботиться о нем. Точно так же, как когда его начинают искусственно пытаться менять, уменьшая вес, подтягивая кожу, разглаживая морщины, пересаживая ткани, тело тоже все стерпит. Тело стерпит голод, даже очень долгий. Тело стерпит болезнь. И когда ее не лечат, игнорируют, запускают, тело тоже это стерпит. Тело стерпит, когда его выставляют на показ, как красивую вещь, или наоборот, прячут от всех и даже от самих себя, чтобы не видеть его изъяны, его особенности. Тело стерпит все, потому что у него очень много ресурсов. Ресурсов, чтобы терпеть. Тело ждет. Тело ждет заботы и тепла. Тело ждет, когда ему будут давать ту пищу, которая для него комфортна. Те прикосновения, которые для него жизненно необходимы. Те движения, которые приносят ему радость и наполняют энергией. Тело ждет, когда может отдохнуть. Тело ждет, когда можно будет дышать глубоко и свободно, без напряжения, спазмов, рывков. Тело ждет, когда его начнут лечить. Даже те болезни, которые уже вписались в полотно повседневности, и вроде бы особо не мешают, но как вода точит камень, подтачивают ресурсы тела изнутри. Тело ждет тепла другого человека. Ждет всегда. Этим невозможно запастись впрок. Тело ждет возможности бегать, прыгать, кричать, петь, танцевать столько, сколько хочет, а не строго в отведенное время и в отведенном месте. И еще тело ждет любви. Самой разной. И всегда будет ждать. Тело со мной всегда. Каждую секунду моей жизни. Это жизнь в теле. Все другое может меняться. Близкий человек, одежда, работа, место жительства, привычки, способности, материальное окружение. А тело всегда одно и всегда со мной. Каждое мгновение. С телом нельзя развестись. Его нельзя обменять на новое или хотя бы немного улучшенное. Никому не предъявишь претензии о тех особенностях тела, которые никак не изменить. Тело не сделаешь бессмертным и нестареющим. А еще тело возникает тогда, когда меня еще нет. То есть, когда я еще даже не сделал первый вздох, пока я еще не стал осознавать, что я есть, пока не научился говорить и мыслить, уже было мое тело. И после того, как меня не станет, в моем теле еще будет продолжаться жизнь. Какое-то время. И даже спустя столетия оно еще может не исчезнуть. Будут оставаться кости. Кости, которые были опорой для всего моего тела. Тело, в котором когда-то был я. Ну а пока, мы еще вместе. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...